Два гордеца. Бывает в жизни так. Она ему не пишет, он ей тоже. Забыть его пыталась, но никак. И он не позабыл о ней. Похоже. На фото размещаем их в сетях. Друг другу врут, что все у них в порядке. А в сердце страх. Безумный дикий страх, что дарит поцелуй кому-то сладкий. Есть те, кто ее любит, отвлекает. Таких она пытается забыться. А вот мурашек нет, не пробегает. Как было с ним, уже не повторится. Он тоже пишет девушкам и много. Понравившимся назначает встречи, вновь убеждаясь, что его дорога с той, о которой мысли каждый вечер. И каждый раз она заходит в сеть и, как дитя, надеется на чудо. Я за привет готова умереть. Но напиши же мне, другой я буду. А он и правда очень много раз ей набирал привет, но не отправил. Душа кричала. Не хватает нас. Всего себя. В тебе одной оставил. И день за днем, неделя за неделей, скользит по окнам осень и слеза. Смирились оба, вроде бы, с потерей. Пытаются в других найти глаза. Такие, чтоб мурашками все тело. Такие, чтобы кругом голова. Но нет вторых таких. В этом все дело. Любимых нам дарует небеса. Конечно же, она найдет кого-то. И он найдет похожую. И что? Им будет вечно не хватать чего-то. Садясь в авто, маршрутку или метро, взлетая в облака на самолете. Неважно, восемнадцать вам или сорок. Вы мысленно с собой всегда берете Того, кто бесконечно сердцу дорог. Но зачем вам быть несчастными? Скажите. Не через год, не завтра, а сейчас. Стучите в дверь, звоните и пишите. И будьте вместе. Жизнь дается раз. Субтитры создавал DimaTorzok